светильники были испытаны вот этот не сильно подходит эта табличка для того чтобы поставить там номер дома повесить что курьера знали куда идти вот этот интересный но на балк не подходит возможно в интерьере сможем использовать это на землю встроенной и вот этот последний проводим эксперимент сейчас задача проверить светильники компании орлайт дали нам несколько световых приборов для того чтобы осветить фасад уличный прижать не получается например вот так это у нас а можешь выключить несколько тут ну кстати нормально получается дальше всех сейчас остальные тоже посмотрим по освещению почти добивает до той стенки здесь метра 4 до до включу что было видно задевать на чем-то более высоком на черном поверхности у нас есть такой получается рассеивать или белый стоит внутри и стекло акриловое посмотрим как он выживет наших зимах это акрил клопнуть не должно до достаточно толстый миллиметра 3 наверно толщиной на ощупь нормально выглядит тоньше чем есть но и нет такого что смотришь глазам больно потому что рассеиватель принципе неплохой такой декоративный светильник линзованный светодиод и линза с маленькой до стекле и куда он светит посмотреть вот он дает такую линию прям практически 180 градусов куда и применить можно применить его обычно вот так делают внизу вот так он нормальный антивандальный такой то есть это дает плоско а линию на бах если вот так и было туда вот наверх если сделать линию на балку такая конечно закругляется ну да и туда и не цепить ее сильно бьет глаза поэтому ее нужно делать как бы лучше вот как-то так так что-то ничего не дает особо а если под балки ну на балку выше поднять чтобы на ту светила на соседнюю луч ну можем так туда и туда до добивает она вот далеко так ну ка а можешь выключить тут свет выключите эффект такой луч но в общем там здесь наверх поставить то она может высвечивать всю мне кажется даже интереснее то может быть чем вот три такие слушай а если вот поставить сверху вот сюда вот вниз на дрова чтобы он торец светил да да тоже прикольно что не нужно линию тянуть светодиодную которая там будет перегорать периодически один локальный а свете как достаточно большую плоскость получается она сюда светит и захватывает еще кусочек немножко только не ровно ты а ты неровно держишь да ну-ка если ровно поставить чтобы она перпендикулярно вот так так включили еще один светильник это маленький такой светильник который светит снизу вверх и высвечивает еще часть черепицы тоже принципе неплохо а выключи пожалуйста свет большой посмотрим какую мощность он дает такую камеру даже атмосферу дает так но это более тоже яркий светильник у которого есть регулируемые шторки можно выключить и включить вот можно в угол направить допустим луч можно в другой был направить получается либо заузить просто сейчас я попытаюсь заузить по сантиметру где-то оставил мне кажется черепицу не надо светить саму черепицу я думаю что она может быть в темноте вполне полностью закрытия так заклеить тогда смысла нет меня получается либо давай попробуем полностью открыть как раз таки вверх это может быть интересно полностью открыл вверх и сантиметр снизу вот так поинтереснее черепица все равно получается ну да и акцент не хочется делать ну да и вот три штуки только тогда например закрываешь то смысл попадает сюда лучше тогда снизу светить я думаю что не нужно на весны все-таки делать но у них мощность хорошая они очень хорошо освещает ну и по форме он тоже конечно идеально сюда встает но чаепица да но больше его никуда да никаким образом но его можно попробовать еще какие-то места не на навес ну да тут не идет хорошо на равномерные поверхности без потолка получается потому что светит достаточно далеко вот мы издалека вообще весь потолок подсвечен потолок не супер у нас получается акцент на должен быть вообще решение хорошее для плоских больших фасадов и даже для интерьера почему нет вот на балку если на ту поставить который у нас наверху вот примерно так вот так прикольно на балке да да вот это хорошо такими вот это сам прикольный линзовый получается и плюс то что то надо очень сильно постараться чтобы не опасно для глаз он очень узкий луч и чтобы ослепнуть ну да да совсем под ним надо стать и смотреть да нужно прислонившись ну и вон какой выхлопные газы когда будут подсвечивать также и тротуарное покрытие автомобиль прикольно интересный такой линзованный это еще сделал посмотреть проблему в том что видно в эту расчесочку сразу же вот она светится рассеиватель какой-то такой стекляненький да сам свет не очень смотрит а вот наверх да если старается то же самое нам крыша не нужно сильно эффект не подходит а наоборот если поставить так глаза будет идти да да но наоборот его имеет смысл внизу вот стать вот так неплохо если нужно высветить пол может быть он так и задумывать да это его один из вариантов но может быть может быть пол где у нас может полу высветлить а сколько она попробуй поставить на дрова полу линзованные то же самое нам поинтересней в эффект такой же голосуем за линзованный дает он дает ту стену освещает дрова не освещает надо дальше боковую а еще тогда туда вот дальше дай что это вануть ничего не дает тоже на окей хорошо в коридор куда-то на стенах низ подсвечивать пол один из интересных эффектов которые получают светильником вот таким принципе небольшим для интерьера для засветки стены вот как он его освещивает всю мазанку очень интересный эффект и глаза не светят луч получается сбоку идет тут его можно поднастроить вот он будет соответственно любое место светить можно как снизу ставить засвечивать вверх так и сверху вниз и так и так получается прикольно посмотрели только что светильники для фасадного освещения компания light можно использовать для светодизайна освещение дома в принципе по цене тоже приемлемая ну и также для интерьерной темы для того чтобы заливать стены светом светящейся стеной вместо светодиодной подсветки тоже в принципе подходит для интерьера еще не все до конца удалось посмотреть я думаю следующих выпусках тоже можно будет какие-то дополнительные эффекты дополнительные светильники протестировать ну а пока на сегодня все такой минимальный тест-драйв здесь вам понравился был полезен если есть какие-то вопросы задавайте какие светильники посмотреть какие тесты провести из ассортимент компании для фасадов либо для интерьера дома пишите возможности сделаем запишем видео